Здесь окно должно было быть 60 сантиметров, потому что здесь у меня будет стена стоять, разделять комнату. Зачем он сделал такое окно, я не понимаю. Прошу его исправить, но обещает. Юлия Федотова считает, что руководитель фирмы «Стройпрестиж», который год назад она доверила строить загородный домик в пригороде Саранска, мошенник, потому что взял деньги за работу, которую не выполнил. Согласно срокам договора, отметить новоселье женщина и трое ее детей должны были еще в конце прошлого года, но по факту до сих пор здесь нет даже окон. 500 тысяч рублей, вложенные в строительство – это два материнских капитала. Об их использовании женщина совсем скоро должна будет отчитываться перед государством. И предстоит долго и, скорее всего, мучительно объяснять, что вложенные на вполне законных основаниях целевые средства теперь, вероятно, лежат в кармане нерадивого предпринимателя и вернуть их практически невозможно. Человек просто не выходит на связь. Сейчас, насколько я знаю, он поменял. Я заключала договор о «Стройпрестиж». Пару месяцев назад я узнала, что теперь это брусовые технологии. Называется эта компания. До этого был стройдом, который он признал банкротом. То есть я просто опасаюсь, что он сейчас признает себя банкротом, и я вообще никаких денег не заберу. У супругов в Бардинах аналогичная ситуация. Только дом они строили в Старошайговском районе в селе Летки. Рассказывают, даже после судов, которые встали на сторону пострадавших, ничего не изменилось. И таких семей, кто доверил деньги строительной фирме «Стройпрестиж», не получила результата по всей республике – 9. Заключили мировое соглашение, заключили, где было указано, что до 20 июня я возвращаю им деньги полностью. Прямо есть, покажи. В федеральном судье так написано. Тут приходит дата, мы звоним, он говорит, меня вообще на суду не было, это был мой адвокат, и никаких этих решений нет. Я вам ничего не должен. Будет обыкновенное, простое решение судебное. Вот судебное решение, которое было вынесено, но опять он даже не думает выплачивать ничего. Он нас выгоняет по телефону, больше не звоните мне. Все пострадавшие семьи информацию о фирме нашли в коммерческих объявлениях, познакомились с отзывами на сайтах, поговорили с директором, заключили договоры и даже когда поняли, что их начали обманывать, не спешили скандалить. Опросили, ждали и входили в сложное, как им говорили, положение застройщика. А он сам до сих пор считает, что ничего криминального не совершил. И готов наказать любого, кто покушается на репутацию его компании, от которой, в общем-то, мало что осталось. Вы хотите сказать, что я и дом не строю, так скажем. Я жду, когда человек подведет электричество. Почему я должен это делать за свой счет? Вы целый год, получается, ждете. Правильно я понимаю? Я буду и два года ждать, и три года ждать, пока могу ждать, пока человек не исполнит свои обязательства по договору. Человек должен исполнять свои обязательства. Если он подписывает договор, он все читает, там стоят подписи и так далее. Если вы будете говорить что-то на компанию, я буду с вами очень сильно судиться. Человек исполняет условия договора, это явно и понятно. В договоре все написано. А вы исполняете? А мы исполняем. Если для строительства действительно нужны вода и электричество, а их изначально здесь не было, то почему фирма вообще взялась за эту работу? Ведь можно было с самого начала отказать, видя, что условия не соответствуют договорным, и деньги априори будут просто оплачены, а в дело так и не пойдут. Возможно, именно на это руководитель компании и рассчитывал. Пострадавшие готовят заявление в прокуратуру и следственный комитет. Людмила Кусерова, Константин Соколов. Наши новости.